Если петь, то Катюшу, если обедать, то Гречкой, если жить, то ради Великой Победы. Парк советского периода открыли в Тульском Мясного. Ворота в виде пятиконечной звезды, как машина времени. Делаешь шаг и переносишься на 75 лет назад. 1941 год. Полина Власова помнит его, будто вчера. В войну была зенитчицей, обороняла железную дорогу в Узловой, билась на Курской дуге, освобождала Беларусь. Сегодня свои истории, страшные, горькие и веселые, Полина рассказывает детям. По шоколадке для снятия напряжения давали только девчонкам. Девчонку, а мы съедали сразу, а вдруг убьют, а шоколадка-то останется. Парк построили в Овраге. В этом месте в годы войны проходил передний край обороны Тулы. Проектировщики хотели детально воссоздать партизанскую деревню. Вот землянка, штаб, есть даже клуб, где и сейчас на баяне играет смуглянку. А там вдалеке медблок. Задача донести раненого, чтобы медики спасли солдатки жизнь. Носилки тащат дети. Так маленьким тулякам показывают, что переживали их родственники в 41-м. Ирине про войну рассказывала про бабушка. О том, как рыла канавы, как голодала, как видела смерть. Для меня было бы самое страшное – потеря близких и родных людей. Это же даже представить невозможно, насколько это страшно. Открытие парка приурочили к важной для Тулы дате. 75 лет назад на этом месте в ходе войны произошел перелом. На переднем рубеже обороны города наши войска заблокировали две немецкие армии. После погнали врага на запад. От захватчиков освободили шоссе на Москву, Венев, Сталиногорск. Сейчас это Новомосковск, Епифань. В итоге тульская оборонительная операция стала наступательной. Героические защитники нашего города, простые наши с вами земляки, бойцы и офицеры Красной Армии, грудью встали и не пустили немецких захватчиков в наш город. И тем самым сорвали наступательную операцию с юга на Москву. Военные игры, патриотические сборы. Администрация Тулы уже делает план, что будет проводить в партизанской деревне. Наше поколение и все, кто придет вслед за нами, должны свято сохранить память героев, освободивших нашу землю от фашистов. Все мы будем свято помнить и чтить ветеранов. Дети повторяют, никто не забыт. Взрослые добавляют, забыть невозможно. Ведь на фронт ушли полмиллиона туляков. Не вернулся домой. Каждый третий. Анна Степанова, Вадим Рыженков, Роман Тюкин, Первый Тульский.